Сама стадия оформления не очень красива, не очень интересна. Здесь у меня два вида кашпо. В каком-то иностранном фильме я увидела, что добавляют никак не пенопласт, а вермикулит, перлит. Но не могу я себе позволить, поэтому добавила пенопласт. Мне не понравился процесс с пенопластом. Нет хорошего сцепления. Поэтому вот эти все кусочки, которые отломились, они крепкие. И я хочу тоже придумать какую-нибудь вазу. Но пенопласт больше использовать не буду. Вот такая заготовка в стадии формирования. Посмотрим, что получится. Это ножки. Вот такое кашпо получилось. Можно сюда ставить цветок. Можно оставить и так, но я его немножко-немножко хочу приукрасить. Это кашпо не пострадало. И теперь можно еще наделать много всевозможных. Мне что нравится, если разбивается какой-то горшок, быстренько, раз. И если раньше такую длинную технологию с этим фиггенфюлером, то теперь с цементом супер. Опять у меня целая мастерская. Все в стадии заготовки. И вот это кашпо решила я такими кусочками делать кашпо. Декорировать. Вот это высохло уже кашпо, но работа над ним не закончена. Еще я буду его декорировать. И точно так же сделала и вот это кашпо. Внутренняя часть убирается. Там тоже заготовка такая же. Когда немножечко этот раствор свяжется, я ему буду делать такие, знаете, неровности. Поправлять что-то. Выделять камушки. То есть делать какой-то объем. Осталось только освободить целлофана и от старого кашпо. Кашпо целое, невредимое. И теперь только убрать целлофан. Изделие тоже готово. Только декорировать. Моя мастерская подходит к концу. Осталось только покрасить эти кашпо. Но я думаю, что это тоже довольно-таки ответственный момент и намного интересней. Можно, конечно, и так оставить эти изготовленные кашпо. Опять начинается моя покрасочная мастерская. И здесь у меня грунтовка. Грунтовка выглядит вот так, как белое молочко. Это клей ПВА с водой. И необходимо нанести на все поверхности эту грунтовку. Для дальнейшей работы мне понадобится водоэмульсионная краска. И хочу я покрасить эти уличные кашпо в черный цвет. Поэтому приобрела вот такой колер. Вот он, черный цвет. И также вот такой вот порошочек для отделки вот этих выступающих поверхностей. Итак, первое, что надо сделать, размешать краску и вот этот колер. Краска должна быть как жидкая сметана. Я добавила полную бутылочку. Все вылила сюда и вот у меня получился такой цвет. И сейчас только осталось нанести. Работать, конечно, лучше в перчатках. Так, изделия довольно-таки тяжелые. Вот эти изделия, конечно, получились очень красиво. Но сейчас надо посмотреть, где еще надо домазать эту краску. Потому что не во все щели она попала. С этим надо быть внимательными. Видите, это очень важно. И уже можно будет добавлять красивый оттенок. Теперь буду добавлять вот этот цвет. Это надо делать, пока изделия мокрые. Изделия получаются довольно-таки красивые. Вот так вот. Но когда я их покрою лаком, акриловым, будет еще лучше. И сохраняться будут очень долго на улице. Видите, даже есть отверстие, где здесь, где внизу для слива воды. Все изделия получились довольно симпатичными. Вот в этом кашпо никто не узнает разбитое кашпо, которое я реставрировала. Но когда я нанесу еще водоэмульсионный лак, и оно все будет сверкать, вообще будет замечательно. Каждое изделие хорошо по-своему. Мне нравится. Но осталось еще водоэмульсионный лак нанесен. Только после полной просушки. Кашпо можно преобразовать. Было бы желание. Лак нанесен. Ах, красота. А ведь это было разбитое совершенно кашпо, которое полностью превратилось из золушки в принцессу. Вы со мной согласитесь? Кашпо из цемента готово. Здесь нет самого кашпо пластикового. Здесь только форма цементная. Если бы у меня немножко не пошло изделие, которое я сделала, у меня бы не было вот этих камней. Но я очень хорошо нашла им применение. Видите, какой горшок получился. Добавила несколько штрихов блестящего элемента. И все получилось замечательно. Видите? И эти кашпо могут находиться на улице. С ними ничего не случится. Видите? По-разному идут камни. Сам процесс очень интересен. Мне эта работа понравилась. Оцените и вы мою работу. И скажите, будет ли у вас желание самим сделать вот такие кашпо? Еще очень хорошо их делать вместе с детьми, когда они увидят результат своего труда. С цветами они смотрятся еще интереснее. Все цветы в этих кашпо смотрятся прекрасно. Вы со мной согласны? Делайте это очень интересно. Даже не делайте, а творите. Приятного вам творчества. Видеоблогер Екатерина Снедко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова